Привет, ребята! У нас сейчас дождь пошёл. Блин, у нас передавали вообще, что будет 34 градуса, и никаких вообще осадков в ближайшую неделю не будет. Даже сейчас, когда у нас идёт дождь, у меня показывает даже программа и гугл, что у нас ясно. Ну, хоть и синоптики, никогда им довериться нельзя, ну, чтобы настолько, конечно. Я сейчас хочу затронуть одну тему, хотя мне муж сказал, лучше не затрагивать, она скандальная, и зачем тебе это нужно? В связи с некоторыми событиями, и плюс ещё мне одна девочка тоже написала, оказывается, как-то у всех вопросы насчёт развода идут, и под предыдущим видео, где я рассказывала, знакомьтесь с арабами, где-то я промелькнула мне фразу о том, что дети расстаются при разводе с отцом, и мне сказали, нет, с матерью. Я уже обрыла весь интернет, хотя я эту информацию знала ещё, наверное, как только я приехала в Иорданию, я знала, что с отцом остаются. Я обрыла весь интернет, там русскоязычные сайты, там тоже везде написано, до 18 лет ребёнок остаётся с отцом. Никто не исключает, конечно, то, что можно, чтобы ребёнок остаётся с матерью, и спасибо, это, конечно, королеве Ирании, потому что она борется за права женщин, и она бы это отстояла. Но здесь тоже есть свои нюансы, и я хочу немножечко по порядку, то, что знаю я, и то, что я знаю на практике, то есть среди знакомых. Когда я открыла сайт, я увидела, оказывается, очень много насчёт этого информации. Я не знаю, почему девочки не гуглят, не открывают, или, наверное, не доверяют и не верят, но, девочки, это действительно так, практически всё, что там описано, это всё правда. И я даже вот на первых страницах, я уже увидела много историй, и не думайте, что то, что произошло у девочек, с вами это не произойдёт. На самом деле жизнь жестокая штука, и человеку доверять на 100% нельзя, потому что те, кто раньше были, казались хорошими, что в жизни всё будет нормально, жизнь потом вообще показывает человека с другой стороны, и девочки разочаровываются, а потом получаются казусы. Хочу сказать, что, девочки, учитесь на ошибках других, потому что эта ошибка очень дорого стоит. Эта ошибка стоит того, что вы просто можете не видеть своих детей по 10 лет и больше. И ребёнка могут настроить против вас, что ребёнок, когда достиг совершеннолетия, не захочет с вами общаться, не знав настоящую ситуацию, потому что ему всё рассказывали по-другому. Поэтому, опять же, учитесь на ошибках других, не нужно здесь говорить, что авось пронесёт. Девочки, это очень такая, знаете, большая плата за вот это вот приключение на одно место. По закону, действительно, дети остаются с отцом. Если у вас нет граждан в своей родании, то понятно, что ребёнок является гражданином, если папа гражданин, то ребёнка вам не дадут. Ребёнка могут оставить с вами при условии того, что вы будете жить на территории Иордании и не уедете никуда. Но не все девочки могут себя обеспечивать и жить на территории Иордании, потому что тяжело и тяжело, а одно и так тем более тяжело с детьми. Даже если там вам назначат алименты, то не всегда эти алименты вообще могут покрыть там все расходы. Ну, как бы это нормально, в общем. Но если у женщины такие условия, то понятно, что многие выберут проживать там, лишь бы только не расставаться со своими детками. Ещё один нюанс. Когда мама выходит замуж уже потом второй раз, и даже не за мусульманина, например, уехала в Россию или в Украину, вышла замуж, то папа имеет право забрать ребёнка к себе в Иорданию, потому что не может его воспитывать чужой мужчина, особенно если это девочка, и ещё и не мусульманин. Знаете, здесь тоже так, как бы мужчина может, да, жениться женщине второй раз как-то с опаской. То есть муж не всегда захочет, чтобы воспитывали его детей кто-то другой, то есть другой мужчина. Ещё одно условие, если вы, конечно же, разошлись со своим молодым человеком, точнее, со своим мужем по-мирному, если вы договорились, что вы будете раз в год приезжать с ребёнком, или я не знаю, на каких условиях, в общем, вы просто разошлись мирно, и муж сказал, да, хорошо, забирай деток, и, возможно, есть такие мужья, которые, о, сдыхался, всё, пусть заберёт, как бы, и даже деньги могу не отправлять, и есть и такие, знаете, не все благородные. Есть случаи, когда мамы просто незаконно вывозят детей, каким-то образом у них это получается, и просто потом они не возвращаются, так как дети тоже имеют паспорта, например, России, либо Украины, всё, они остаются в Украине, и ни ногой в Иорданию. Если у вас есть паспорт Иордании, то, соответственно, вы, да, гражданин Иордании, вы имеете такие же права, как и отец. Здесь, конечно, очень важно тоже учитывать человеческий фактор, если папа не захочет на зло забрать у вас детей, он не заберёт, но практика показывает обратное, то, что в основном больший процент почему-то всё любит делать на зло своим вторым половинкам, то ли они обижены на что-то, то ли просто, они просто отнимают детей, и поверьте, в стране, даже где вы иностранка, даже имея свой паспорт, есть много нюансов, чтобы отец забрал у вас ребёнка, и не важно, что там он его может отдать своим родным на воспитание, а дальше продолжать строить свою жизнь, и он не будет особо ним заниматься, есть и такие случаи, но просто он на зло отобрал, чтобы сделать плохо, например, маме, всё, ему больше ничего не важно. И такие ситуации бывают, и здесь могут отсудить, даже если вы наймёте хорошего адвоката, но он может найти 150 свидетелей, там родные, друзья, которые будут клясться просто на суде, что видели вас, например, в том же баре, что вы гулящие, что вы не следите, что вы не хотите соблюдать ислам, и вы не мусульманка, и не хотите воспитать поправки. В общем, чтобы отобрать ребёнка, у него будут все средства хороши, и поверьте, что всегда, всегда в большинстве случаев будет всё на стороне папы. Если, конечно же, папа не наркоман, не тиран, и там, я не знаю, не алкоголик, ну, грубо говоря, да, как бы суд, конечно, тоже же, не все же там совсем сумасшедшие оставят детей с таким отцом, нет. Но, знаете, что, имея даже паспорт Иордания, мы всё равно находимся, мы, я имею в виду, иностранки, на птичьих правах в этой стране, и неважно, мусульманка ты, христианка, здесь, как бы, это тоже иногда играет роль, но здесь тоже это, в принципе, можно много лет даже судиться, можно много потратить на это нервы, денег, конечно, это того стоит, чтобы не отобрали вас деток, но, видите, какие есть ситуации, эти передачи, которые показывают по телевизору, что он выкрал, да, и бывает так, что краду детей, приезжая, например, вы приезжая сюда, в Иорданию, вот, ситуация, вы развелись, либо же вы убежали с детьми, либо же вы развелись по-хорошему, уехали в Украину, или в Россию, или там в Беларуси, неважно, и он любыми уговорами вас уговорил приехать, чтобы он увидел, его родня увидела ребенка, так как соскучились, или детей, девочки, если вы уже до этого в нем разочаровывались, тем более вы от него убегали, а не то, что вы мирно расстались, ни в коем случае не возвращайтесь в Иорданию, просто, вот, не знаю, ну, ни в коем случае, ну, миллион процентов, ребенка вам могут просто не отдать, просто вот так вот забрать, украсть, и все, вас отправят домой, даже он может сделать так, что вас депортируют просто, и, либо же поставить о том, что ребенок не выездной, он папа, он имеет право, даже если вы не привезете с ребенком его иорданский паспорт, но ребенок был вписан в вашу книжку, и он пойдет, и просто за час распечатает этот паспорт, и у него опять появится иорданский паспорт, уже у папы на руках, и имейте в виду то, что папа, чтобы выехать с Иордани, нужно разрешение отца, письменное, которое делается в милиции, если отец хочет вывезти ребенка с Иордани, ему не обязательно иметь разрешение матери, вот, опять же, видите как, все на стороне отца, вообще даже вам запретить выезжать со страны, он нужно вас накатать заявление в милицию, например, что вы что-то у него украли, потому что якобы на нее заведено дело, и она осталась в Иордании, потому что у нее нет другого выхода, девочки, ситуации разные, есть хорошие, конечно же, как и везде, есть хорошие примеры, он имеет такие же права на него, как и вы, это очень тяжело, когда детей забирают, и я даже не хочу это представить, но, пожалуйста, не ведитесь, вот как они по время интернета знакомства льют в уши, о том, как они любят уже на третий день, все, они просто уже не могут, вот так они могут лить в уши, что я так сильно скучаю, за ребенком, мои родители сильно скучают, я при смерти, там родители при смерти, срочно привезли там попрощаться, не знаю там что-то, не ведитесь, хочет увидеться, скучился, раз он даже если и вам оплачивает дорогу в Иорданию, он пусть купит себе билет и приедет к вам на роде, встретить с ними на нейтральной территории, на отдыхе, но ни в коем случае не привозить в Иорданию, если вы знаете, что есть такой риск, когда ребенка могут просто забрать, даже если ребенок имеет два гражданства, оно очень тяжело, не всегда посольство берется за это, еще есть девочки, некоторые писали, что а если я запишу ребенка на свою фамилию, это никак тоже не повлияет, потому что он все равно гражданин на Иордании, потому что папа у него гражданин на Иордании, особенно если он рожден в Иордании, вписан в семейную книгу, то здесь уже стопроцентная вероятность, если конечно он рожден в Украине и папа там вообще в графе не вписан, но у вас есть брак в Иордании и есть книжка семейная, то возможно он как-то может сделать так, что просто оформит, что ребенок просто рожден в Украине, в общем всякие эти нюансы тоже есть, запомните, что в Иордании очень-очень сильно влияют связи, поверьте, там каждый друг другу практически родственник, знакомый знакомых, родня родни, так как как говорится в Иордании вас-то решают практически все, то есть по знакомству могут сделать все, а у вас знакомых там нет, у вас там родни нет, и знаете, юристы берут, и адвокаты берут немалые деньги, и хорошо, когда у вас есть на это деньги, а если нет, то вы ничего практически не сделаете без хорошего адвоката. Это печальная история, это почему я вот начала это говорить, потому что мне одна девочка пишет, такая хорошая тема, такая нужная тема, почему вы не сняли на нее видео, потому что я не могу затронуть все нюансы, я не юрист, и я только могу рассказать вам ситуации, которые я знаю, которые мне рассказывали. Другая страна, другие законы, отец будет всегда во главе, всегда будет в основном права за отцом, как бы ни говорили, что дети только с мамой, да, по закону возможности сейчас уже везде пишут, что дети с мамой, на практике сейчас пока это показывается все по-другому, по договоренности все можно мирно решить, не хочу никого запугать, но девочки, это все-таки такая важная тема. Загуглите, я не могу знать все истории, люди, которые прожили в Иордании больше 10 лет, у них багаж и опыт знаний, насчет этого, конечно же, побольше, возможно кто-то пишется в комментариях и расскажет свою историю, либо же расскажет историю своих знакомых, чтобы как-то оберечь девочек от глупости, девочки, когда детей уже после развода забирают, то есть повторно, грубо говоря, или там могут выкрасть, это по большей части по нашей глупости, и думаем, что люди меняются, люди не меняются. Я, конечно, совсем не понимаю этих девочек, которые два раза возвращаются в Иорданию после таких вот событий, например, расстаются очень бурно со скандалами, и они в первый раз возвращаются, потом опять убегают, и второй раз опять ведутся, и опять я не знаю, что, конечно, в головах у этих девушек, кого, конечно, не хочу судить, но это же... Хорошо, если ты опять уезжаешь с детьми, а не так, что тебя отберут. Я понимаю, что, конечно, не нужно, когда ты выходишь замуж, с расчетом на то, что я разведусь, а вдруг я разведусь. Я, например, всегда ищу позитив во всём, и я, конечно же, верю в любовь и в то, что нельзя так, конечно, думать, всё должно быть в семье хорошо, но жизнь и есть жизнь, и бывают разные ситуации, и от развода как бы никто не застрахован, и причины этой развода тоже могут быть разные, не обязательно, что человек плохой, ну просто, знаете, не сошлось. Но человек может сделать вам назло. А теперь, надеюсь, ветер не будет мешать. В продолжении темы немножечко доскажу, иначе я как бы рассказывала сейчас только со стороны матери, потому что я думаю, как вот у матери бы забрать ребёнка. Мне муж говорит, да почему вы всё время думаете, что вот бедные матери, отцу-то тоже не хочется, чтобы у него ребёнка забирали, он же так же может не видеть их по 10 лет, и до самого, там, не знаю, у кого-то по финансам возможности, у кого-то там ещё, возможно, потому что расстались вот так вот плохо. И он говорит, почему вы всё время вот говорите, что мужчинам не хочется видеть детей, почему... Да, он прав, кстати. Нельзя быть здесь тоже однобокими, он тоже отец, он тоже имеет право на ребёнка. И я уже не раз говорила, не хочу сказать, что у нас таких нету среди русских, но вот среди арабов я часто сейчас замечаю, что они очень любят детей, прям даже чужих, они там тискают, играются, у них нету, знаете, если вы будете в компании, то любой, даже взрослый мужчина будет играть с маленьким 2-3-летним ребёнком, прям в захлёб, знаете, с таким большим интересом, у него не будет такое, что типа, ну он же ещё маленький, все у всех разные, ну просто бы, как бы я рассказала, предупредила немножко, то, что есть такие ситуации, чтобы девочки знали. Белые кроссовки и в нашей дороге, пожалуйста, здесь даже асфальт не кладут, потому что они считают бесполезно, а зачем? Действительно, зачем? Мама говорит, здесь был когда-то асфальт, вот именно, что был, потом они поняли, что обойдутся. Знаете, у нас просто дорог нет в Старобельске. Раньше я вот даже, я ходила вот в школу по дороге, которую, да, вот, господи, 10 минут, грубо говоря, была нормальная дорога, никогда, ну было там, может, пару ямок, но не было никогда такой катастрофической ситуации, как в этом году. Просто. Ну да, техника выразбила просто, вы понимаете? И если дорога у нас в центре нормальная, в этом считается, что все, значит, везде по городу у нас дорога нормальная. Это, знаете, как в Киеве, вот еще говорят, в Киеве плохая, то в Киеве идеальная просто дорога, когда ты едешь, ты же за Борисполя, туда, по трассе, вообще между, там все идеально, поверьте, то, что находится в маленьких городах, вам просто не передать, особенно у нас на Востоке, у нас ее никто даже не чинит, уже и технику перестали возить, все равно ее никто не чинит, знаете, почему, действительно, почему? Ну, пожили так и все, пусть так и живут, потому что, извините меня, с поезда мы едем сюда, до Старобельска, как можно, как можно разбить дорогу, чтобы по ней только, ты едешь 20 километров в час, иначе ты останешься без машины нормально, потому что там яма на яме, 20 километров в час. У меня подруга ехала 3 часа, наверное, 100 километров, потому что по-другому никак, зато мы самая богатая страна, с такими недромы, и это, где она все, почему не для людей. В общем, проехали, что-то в последнее время стало, одни какие-то негативные стороны, ладно, забываем, все идеально, все хорошо. Мы сейчас идем за молочкой, ребеночку, боже, ну, в Иордане не хватает вот эта вот Агуша Тема, ему так это нравится. Там с детским вообще питанием, ну, грубо говоря, беда, иорданцы не чувствуют никакой, какой-либо дискомфорт, потому что они очень рады, друзья, деток своих приучают к общему столу, они не заморачиваются прям сильно с какими-то прикормами, как у нас девочки здесь баночки бегают покупать сами, там что-то варят. Есть, конечно, такие, но их очень мало, очень маленький процент, поэтому туда и не привозят большой ассортимент даже тех же баночек и мясных, и фруктовых, и овощных, нету большого выбора, как у нас здесь, потому что, видно, это все не покупается и не окупается. В итоге, мы отъедаемся здесь, но, правда, баночные я ничему не покупаю, потому что он у нас кушает тоже все с общего стола, а вот Агуша, кефирчики, йогурты детские, он с удовольствием переписывались с девочкой, обсуждали тоже эту тему, она говорит, нет творожков, нету, вот у нас в Иордании девочки не от того, что они такие дотошные, домохозяйки, и все это делают сами, потому что это необходимо просто, но они молодцы. Пожалуйста, пакет, Проходите сейчас. То, что я сейчас заметила, появилось у нас, это премиум керпамперс, трусики, до этого просто памперс, трусики, вот еще, что не хватает, Иордании, памперс, трусики, именно памперс, фирмы, я имею ввиду, она очень хорошая, по крайней мере, в Украине, вообще, я покупала хаги, трусики, они у нас вообще не пошли, я на всякий случай, а это вообще классно. А еще приобрели с мамой кукурузу, решили взять немного, 4 штучки, чтобы попробовать, это херсонская. Кто играл с куколками в детстве, ставьте лайк. Кукурузу.